всем доброе утро у нас пол восьмого утра сегодня суббота я уже заканчиваю делать свою зарядку сегодня на у меня на тренажере очень часто я видела без тренажера просто на полу упражнение сегодня захотелось так а пока делаю зарядку соответственно слушала один из уроков своей учебы своего коучинга вот у меня уже 39 минут 40 минут сделаны вспотела пипец кто молодец я молодец так что правильно начинайте свой день значит я уже сходила в спортзал дорогие мои зрители позанималась сейчас пришла мы только все будем завтракать завтрак обедать или как это называется я не знаю но смотрите у нас сегодня на завтрак всем троим овсяная каша я беру овсяные хлопья быстрого приготовления самые мягкие самые нежные потому что я их не варю и даже не запариваю я просто насыпаю их все идет через весы конечно же вот просто насыпаю взвешиваю и нам с мамой например я готовлю с йогуртом греческим вот сегодня у меня здесь греческий йогурт у меня здесь овсянка протеин мой самый вкусный оставлю кстати вам ссылочку постоянно забываю оставить ссылочку если вдруг вы хотите купить попробовать значит фрукты вы видите орешки обязательно полезные жиры всего лишь 20 грамм орешки с дам и все дальше вот мамин завтрак она у меня присела на арахисовую пасту поэтому у нее увидим полезных жиров арахисовая паста плюс у нее здесь и семена сейчас я покажу вот у меня здесь есть орешки семена это смесь семян которые тоже очень полезные вот они вот они вот себе орешки а также мама заказала себе на овсяную кашу естественно любимые наши курага хотела сказать не курага а изюм божечки вот и вот так вот такая у артема у нас каша овсяная на молоке и я ему тоже насыпаю немножечко протеина сухого потому что он придает ему немножко сладости тут сахарами тут заменители конечно но и плюс придает ему такой печеньковый вкус вот так вот вот так вот в общем и пошли завтракать дорогим артем куда ты пошел пошел ах ты ж жук жук надо принес сюда свою кашу ну ладно мы пойдем со святой кушать так уж и быть артем с планшетом у него сегодня завтрак 2 завтрак да темно вот это мне конечно совсем не нравится но ладно я тебе прощу это только из-за того что мне надо кормить цвету вот так что вот такие вот дела так я все вроде как принесла вот наши два супер мега блюда слава анатольевна сказала идите в задницу со своей камерой она так не сказала конечно она нас воспитаны а вот так что сказал я сказал от старых штиблет ничего не такие что не старые вот в общем и завтракать значит мы сегодня направляемся с артемов торговый центр нам нужно сделать некоторые покупки ну по пути по дороге я вам особо не поснимаю сегодня у нас ветер приличный поэтому так как он не слышно не буду сильно напрягать ваш слух и свой потом в том числе поэтому много снимать не буду буду стараться нам нет ветра погода у нас хорошая прохладный ветерок правда 25 градусов сегодня хочется на пляж если честно так что надо будет поехал развозчик развозчик еды на дом ай вот так вот так что мы с артемом пошли гулять вот а вам хороших выходных желаем понятно артем я поняла тебя все меньше слов давайте по делу будем говорить мы проходимся с артемом по авенита франция это одна из главных улиц у нас тут валенсии здесь очень много всяких ресторанов кафешек все первые этажи всем на пожрать да вот так вот ну так как погода хорошая то еще вообще рано видите кафешки начинают работать с 12 часов дня с на открываются на обеды и на обеды и потом на ужин и некоторые открываются на завтраке тоже но это все в зависимости от специализации данного ресторана или заведения так что а такие вот дела вот их много много вот это вся улица такая пахнет вкусного я прохожу такой аромат особенно возле всяких бургеров обалдеть так что вот так мы с Артемом позавтракали и может быть потом где-нибудь пообедаем но посмотрим подумаем еще что куда сейчас главное погулять показать вам красоты нашей прекрасной варенции который мы очень любит вот я вот такой ресторан красиво украсили его ухты 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 для декораций с апельсинами яблоками вот это один из ресторанов сеть ресторанов begin по-моему если я не ошибаюсь это вегетарианские рестораны но я не уверен и кстати ни разу так туда не пришла не зашла не было вот надо как-то будет зарезервировать там стол потому что сейчас вообще без резервации стола можно никуда не двигать ну такие заведите я имею ввиду типа типа интересные так что вот тут уже людишки сидят вот какой милый пудель и все прочитают какой он моно то бишь какой он милый этот пес тогда согласна прикольный моя собаку себе не хочу нет спасибо особенно здесь в испании за которую нужно убирать какашки везде где она нагадит нужно убирать какашки так что имейте ввиду прежде чем завести собаку хорошо подумайте потому что здесь нужно убирать за ней какашки понятно вот и где бы это ни было даже в парке и на травке на травке вы тоже по идее по закону обязаны убрать за ней какашки вот так что вот такие вот дела поэтому где где в испании собаку я не хочу за ней убирать какашки артема ты ты хотел собаку ты будешь убирать какашки за ней три раза в день хочешь собаку убирать какашки не хочешь да хорошо хорошо так как тоже будет убирать какашки ну ты пошел выгуливать собаку и дальше это такое чем давай может как-то мы на русском будем короче купит такой аппарат который будет собирать собачьи какашки чем такого аппарата не существует твои ручки твои ручки вот они вот они нет конечно да она не существует так что вот так вот всегда видите дети всего хотят а потом это все разгребают родители так что такие вот дела божики и столики смешные вилочки ложечки палочки нужны видите а вот вами очень идет тоже один из тех ресторанов которым всегда очередь всегда по резерву и сюда супер-пупер мега не знаю что о божечке садись какая красота понятно и очередь становится еще больше это еще в очереди не стояла чтобы ресторан зайти ну что за безобразие на самом-то деле этот учитывая то сколько ресторанов только на этой улице я буду стоять в очереди ну это же такое дело хотя скажу вам по отзывам остальных что кухня не очень я не буду утверждать сама не знаю потому что я к ним не попадала вот велосипеды от администрации дешево и сердце там все тут уже дует буду заканчивать мы с артемом пришли в торговый центр и как обычно вот чтобы вы понимали это касса ну вот я тут уже не знаю сколько я стою для того чтобы заплатить за штаны вот испанский сервис блин чтобы не ругнуться не матюкнуться не дай бог но чтобы понимали на первом этаже только что присмотрела себе хорошие кроссовки я не купила их только из-за того что я просто не нашла человека который меня обслужит и найдет мне размер и и продаст мне в конце-то конца ой идет наконец поезд мира мой бен промо верен мы роздос мы вен так что вот такой вот типичный испанский сервис как видеть ищешь ходишь по всему этажу продавца и так всегда вот всегда реально это не то что там сегодня суббота типа много людей всегда абсолютно так чтобы так вот товарищи привыкайте называть создать почему а потому что у них нет никаких процентов от продаж у них просто и ставка и они солдат спит служба идет и им пофиг продать две пары штанов или 20 пар штанов они получают свои там 1200 евро в месяц и и до свидания поэтому и к сожалению это так и тут никуда не денешься вот поэтому приходится терпеть так что видите везде есть свои нюансы свои издержки мы с артемом пришли как всегда в книжный отдел кстати потому что он хочет себе книгу купить и сейчас мы будем что-нибудь с ним смотреть а мне книга пока не нужна мне есть что читать вот хотя я хотя какую-то книгу я хотела по личностному росту развитию но нет у меня есть еще одна не закончу свою это начну вторую а потом уже посмотреть что-то новенькое артем как они называются эти книги ухты класс что там очень много рисунков нет немного это хорошо надо что было побольше бог что-то читал дать им короче все мои кроссовки пошли в ход чтобы понимали это мои кроссовки так как они на меня немножко маловаты они пошли уже на артема вот так вот товарищи так как они им унисекс женские мужские это можно так что артемыч с книгами что по чем-то посмотрел о боже 19.95 20 евро книжоночка ну книги как мама говорит книги всегда были дорогие это правда вот и сейчас они тоже продолжают быть такими же дорогими и вот это в принципе проблема почему дети не читают наверное потому что купить книжку за 20 евро конечно детям всунули телефон и до свидос либо купили какой-то игрушки тоже правда не такие же дешевые но опять таки в общем беда-беда что могу сказать ладно мы пошли дальше артем нашел свою книгу мы пошли рассчитываться боже мой сколько кроссовок да да и так до конца что вы думаете а ну в принципе да некоторые мне понравились да чекучи ща чекучи ща ой смотрите какие манюзики боже зачем им в таком возрасте кроссовки ну ладно некоторые покупают так для красоты тебе розовенький так ладно я пошла выбирать мне там некоторые понравились их нужно мерить сейчас потом меры какие цветные класс прикольно все нормально писать 9 евро нормальные цены принципе так что тут у нас дальше едем дальше едем дальше короче тут можно до посинения смотреть и выбирать поэтому я не буду долго задерживаться по мере который мне нравится и быстро отсюда ускочу потому что я не люблю ходить много по магазинам честно скажу я например вот прошлась мы с артемом тут меньше часа мне уже надоел я не типичная женщина я не люблю долго скупляться а дальше идут футбольные футбольные мне точно не нужны хорошо я пошла значит смотрите которые мне нужны вот я тебе заказала твои худые худые макарошки это не макарошки вообще мы с артемом решили сегодня победить кафешки да да с курицей как всегда до который всегда да да хорошо давай десерт на кушать не будем поэтому коли себе только на еду конечно и от этом животик наш а вот поэтому в принципе я уже не раз вам рассказывал что за это конечно такой пудюсенький там у тебя же пресс появляется вот любом ресторане принципе можно всегда покушать но проблема в том что вы не знаете количество продуктов которые вам кладут ну если это выходной как сегодня у нас то можно немножечко отойти от диеты можно сказать я себе заказала как обычно рис курица двойная овощи немножко соуса вода так как мы с артемом ничего другого не пьем иногда берем кока-колу к сэру это редко принесли нашу еду такие артема макарошки это не просто макарошки на самом деле рисовые макарошки то есть они конечно идут не такие как с обычной муки а именно с рисовой там же у него яйцо и курица немножечко соуса темочка во-первых нужно снимать кепку в помещении пожалуйста это воспитание и во-вторых она горячее пожалуйста не торопись у меня рис с овощами курица то что я уже сказала соусе соуса конечно не не пожалели я не люблю так много но ничего и где мне нас он вот пока мы по Держись, Артемыч. Очень красивая Валенсия, зеленая. Видите, очень много у нас кустиков и деревьев. Так что вот так вот. Особенно вот эти кустики, которые бьются, такие прикольные. Класс. А рестораны забиты. Обеденное время. Мы со всем пообедали, хотя уже не обеденное время, уже полчетвертого. Но до сих пор все сидят, обедают. Забиты рестораны. Ну, в субботу, в принципе, в субботу это нормально. Хотя сейчас туристический сезон, то и по будням тоже. Я вам скажу, что людей куча. Вот. И это, что еще большая часть на пляже. Очень многие на пляже. И там, соответственно, остаются на обед. Ну, если и здесь много людей, то, значит, действительно много туристов. Вот так вот. У нас солнышко сегодня, но ветерок такой подозрительный. Мы вот тем, чем идем, почти раздетые. Не почти, а раздетые. И прохладно, если честно. У нас появилась новая кафешка с мороженым. Вот мы сейчас его попробуем. А-а-а. Сейчас я его попробую. Оля. О, смотрите, какая красота. Ну, и не хитовчики, а из класса. А-а-а. Ну, и все такое есть. Смотрите, какие вкусняшки. А в чем, смотрите, тут и печеньки всякие. Фаоро де дульсе де лече. Пибери, папа-пам. Ну, мы с мороженым... Больше по мороженому сортчанам. Ладно, мы пошли выбирать. Потом вам расскажем, что мы заказали. Так, ну, тут, как всегда, киндер фреса, орео, лимон. Ну, в общем, все, как обычно, базовые вкусы. Надо попробовать. Сейчас будем пробовать. Вот мне уже насыпают. Муча гротес. Ой, боже, посмотрите. Значит, вот эта штуковина 4,50 стоит. Вот эта штуковина, которая у Артема. Смотри, Артемыч, шо це таке? Ага, у Артемыча 4 евро. Да, вот так, вот, вот так, товарищи. Мы не сдержались.